МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Сарова 24 в студии Мария Посыпая. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Скрытая агрессия, как распознать ее в ребенке и избежать трагедий. Любовь и верность сквозь года. Начался прием заявок для участия в торжестве «Союз сердец и судеб». Далее расскажем обо всем подробно. Скрытая агрессия. За первый месяц учебного года в российских школах с разницей в неделю произошло два похожих случая, когда вооруженный подросток напал на своих одноклассников. Первый произошел 16 сентября в Челябинске, а второй 23 сентября в городе Балаганский Иркутской области. Что скрывается за подобными проявлениями агрессии, как распознать ее в ребенке и предотвратить нападение. Узнали у психолога. Убийцы-подражатели, жертвы-вербовки, тихоньи-одиночки или настоящие террористы. Эти жуткие характеристики сложно отнести к детям. Однако случаи с агрессивным и опасным поведением школьников шокируют. Только с начала учебного года произошло два случая в Челябинске и Иркутской области, когда вооруженные подростки напали на одноклассников и учителей. По версии исследователей, произошло это из-за личной неприязни и так называемого буллинга. Эти случаи не единичны. Подростковая агрессия может возникнуть в каждой школе. Конечно, ситуации могут быть разные. Если мы говорим о подростках, то чаще всего это может быть проявлением буллинга, травли, которая незаметно проявлялась на протяжении длительного времени. И у ребенка могла быть такая защитно-агрессивная реакция на то, что происходит. Я часто сталкиваюсь с тем, что дети говорят о смысле говорить родителям о том, что со мной происходит. Они все равно не услышат. Или они обвинят меня в том, что я неправильно себя веду. Психологи убеждены, если ребенок растет в любви и принятии со стороны родителей, то он умеет себя защищать в классе в том числе. Если он находится в игнорирующей по отношению к нему атмосфере, то у него возникает психоэмоциональное напряжение, которое нередко нарастает, как снежный ком, а потом выливается в акт агрессии к себе или окружающим. Родителям и педагогам важно обращать внимание на поведение школьника и не пропустить первые сигналы. Ребенок может вести себя иначе. Может проявляться нежелание идти в школу заблаговременно до ситуации. Ребенок может часто жаловаться на боли в животе, головные боли. Внутри ребенка что-то происходит, нарастает. И здесь обязательно важен контакт родителей с ребенком, разговор. Тогда мы только можем определять, что ребенок чувствует. Родителю важно помочь сформировать ребенку деревню привязанности. Это круг людей, к которым подросток может обратиться за помощью и поддержкой. Это может быть член семьи, педагог, психолог или дети, с которыми чадо может контактировать за пределами учебного учреждения. В общем, кто-то, кто сможет выслушать и понять. Бывает, что ребенок изначально не жертва, а обидчик. В этом случае также важно понять причины поведения. Первое, посмотреть, что это такое инструментальная агрессия, когда он добивается своей цели. Или враждебная, когда он получает удовольствие от того, что делает вред другим, причиняет вред другим. Как правило, такие дети не чувствуют свою значимость, пытаются перетянуть внимание на себя, это раз. Второе, они могут быть чувствительными и заранее проявлять агрессию, дабы не испытать боль, какое-то унижение, например. То есть нападают, чтобы не быть побитым. Угроз для здоровой психики ребенка сейчас хватает. Его могут настроить враждебно-анонимые соцсети, и он может поддаться новомодным агрессивным течениям или стать жертвой унижений со стороны сверстников. Но большинство бед в детской плоскости происходит из-за недостатка внимания и общения со стороны мамы и папы. Поэтому психологи советуют всегда поддерживать здоровый социальный микроклимат дома. Тогда многих проблем и трагедий получится избежать. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Любовь и верность сквозь года. Начался прием заявок для участия в торжестве «Союз сердец и судеб». На традиционном праздничном вечере 30 октября в Доме молодежи будут чествовать супружеские пары, которые отмечают в этом году юбилей. Участники увидят творческие выступления и получат памятные подарки. Народная мудрость гласит, создать семью несложно, сложно ее сохранить. Те, кому это удалось, достойны уважения и почета. Чествовать осенью юбиляров семейной жизни в Сарове стало доброй традицией. Ежегодно на торжественном вечере «Союз сердец и судеб» власти и жители города поздравляют супружеские пары, которые отмечают круглые даты от 25 лет совместной жизни. Уже сейчас началась подача заявок для участия в этом торжестве. Ежегодно в этом торжестве участвуют, естественно, поздравить пары с семейными юбилеями приходят руководители города, руководители института Российского федерального ядерного центра, руководители профильных департаментов. Также подключается депутат законодательного собрания и обязательно присутствует представитель отдела ЗАГС. В этом году торжество пройдет 30 октября в Большом зале Дома молодежи. В уютной обстановке за чаепитием участники соберутся, чтобы принять поздравления, посмотреть на выступления творческих коллективов города, устроить себе еще один праздник. Подать заявку супруги могут как очно, так и онлайн. Нужно заполнить анкету. Анкету можно подать либо онлайн, либо распечатать и заполнить вручную и принести ее в Дом молодежи. Также есть указаны в анкете телефоны контактные, к которым можно обратиться, что-то уточнить, или же прислать анкету на адрес электронной почты, который тоже указан в самой анкете. Основное условие – подразумевать свое присутствие. Если вы, естественно, бывают какие-то случаи, по которым можно отсутствовать, но все-таки стараться подавать анкету и подразумевать, что 30 октября нужно будет посетить данное торжество в Доме молодежи. Заполненные анкеты принимаются до 15 октября включительно. Подать заявку за пару юбиляров могут также близкие родственники с условием, что виновники торжества будут согласны на нем присутствовать. Об изменении расписания движения автобусов информирует Департамент городского хозяйства. С 1 октября в связи с похолоданием отменяются следующие рейсы. В рабочие дни – рейс с отправлением 21.10 по маршруту номер 5С. Рейс с отправлением 21.10 по маршруту номер 19С. В выходные дни – рейс с отправлением 21.00 по маршруту номер 5С. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Продолжается регистрация на Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России-2024». Молодежь со всей страны получила возможность заявить о себе и своем бизнес-проекте на федеральном уровне, получить поддержку и помощь экспертов, а также завести полезные знакомства в бизнес-сообществе. Участие в конкурсе могут принять россияне в возрасте от 14 до 35 лет, направив онлайн-заявку до 25 сентября на сайте «Росмолодежь.бизнес». В этом году конкурс будет проводиться в трех лигах – «Продвинутый предприниматель», «Начинающий предприниматель» и «Молодежь с идеями». В каждой из них можно подавать заявки по 12 номинациям – «Социальный бизнес», «Инновационно-технологическое предпринимательство», «Классическое предпринимательство», «Международный бизнес», «Креативный бизнес», «Производство», «Агробизнес», «Семейный бизнес», «Экологическое предпринимательство», «Женский бизнес», «Транспортный бизнес» и бизнес мы вместе. За ДТП с целью вымогательства предлагается лишать свободы на срок до 4 лет, а в случаях совершения его группы лиц по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью до 7 лет. Такой законопроект был внесен в Госдуму на этой неделе. Причина инициативы – участившиеся случаи автоподстав на дорогах и неэффективность наказания по действующим нормам. Однако эксперты полагают, что в нормативной базе будет сложно четко прописать, кто такие подставщики и конкретные критерии этих правонарушений. Это осень в художественной галерее, насыщенной кинопоказами. 21 сентября стартовал 11-й международный фестиваль семейного кино «Ноль плюс 2024». Название говорит само за себя. Саровчане от мала до велика абсолютно бесплатно могут посмотреть кино и анимацию о семье, дружбе, любви, природе, труде и культуре. Светлая, добрая, вечная. Лента 11-го международного фестиваля семейного кино «Ноль плюс 2024» транслирует зрителям незыблемые человеческие ценности. С 21 сентября на экране художественной галереи саровчанам показывают фильмы и мультики о дружбе, семье, природе и приключениях. Мы стартовали этим фестивалем с самой детской программой и с программой короткометражного кино. Она совершенно волшебная. Пять фильмов, которые, часть из них мы показывали в рамках других фестивалей, и поэтому мы их хорошо знаем. Ну, конечно же, финальный мультфильм этой программы «Морожка», который получил неимоверное количество призов на самых разных фестивалях разного формата в разных странах. Сотрудники призывают не расстраиваться, если вы не попали на эти сеансы. По заявкам проводятся дополнительные. Далее по программе саровчане смогут увидеть документальные полнометражные фильмы. Показы будут проходить по субботам в 11 часов, начиная с 5 октября. В этот день можно посмотреть фильм «Ялта. История в лицах», который познакомит с жителями этого города. 12 октября зрители увидят дом на колесах. Полнометражный фильм о путешествии семьи в домике по разным-разным-разным уголочкам нашей большой страны и их впечатления от этого путешествия. Я думаю, каждый из нас мечтал как-нибудь отправиться, собрать всю большую семью и отправиться в большое путешествие для того, чтобы мелькали вокруг города, деревни и села, и чтобы каждый день мы просыпались в новом городе с новыми впечатлениями, с новыми знакомствами, друзьями, с новой вкусной едой, какими-то традициями, колоритом. Еще два показа отвели под крымскую историю. Фильм «Крым. Хроника русской весны» погрузит зрителя в события 2014 года. Завершится фестиваль 26 октября. Саровчане увидят киноленту «Крымская победа» Василия Долгорукова. Вход на все сеансы бесплатный. Подробнее ознакомиться с программой можно в группе художественной галереи ВКонтакте. Все вопросы и групповые заявки по телефону 70287. Укрепить иммунитет и поддержать здоровье поможет проверенное веками средство – мед. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 27 сентября по 2 октября там пройдет ярмарка «Медовая феерия». Мед свежего урожая с пасеки пчеловодов Михайловых вновь можно приобрести в Сарове в торговом центре «Галактика». Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом – мягкий тягучий липовый или кремовый донниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта, а донниковый благотворно влияет на нервную систему. На ярмарке меда с пасеки пчеловодов Михайловых представлены и достаточно редкие сорта. Среди них – каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Липа – до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Донник – 300-500. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектара. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феере один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для саровчан доступна акция – 3 килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за 1 тысячу рублей, а 3 килограмма гречишного – за 1600. Не пропустите! Ярмарка меда с пасеки пчеловодов Михайловых работает в торговом центре «Галактика» с 27 сентября по 2 октября с 10 до 18 часов. Нет возможности прийти – доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших новостей! Субтитры подогнал «Симон»!